Налоги сегодняшней России Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо В обычной стране все эти структуры контролируют власть. Все. Пресса контролирует власть, профсоюзы контролируют власть, суды, прокуратуры, общественные организации, женские, мужские, собачьи, природоохранные, все общество только тем и занимается, что через эти структуры контролируют власть. У нас ничего этого нету. У нас все это ликвидировано. Ростки этого всего появились, теперь все это выкорчили, уничтожили. Одних называли иностранными агентами, других купили на гранты, потому что раз эти иностранные агенты, значит, даем деньги этим, а эти, поскольку получают деньги от государства, значит, они зависимы и так далее до бесконечности. Вот эту всю общественную структуру, которая должна была бы контролировать чиновничество и власть, ее ликвидировали. Теперь говорят, а у нас коррупция, а как может быть иначе? Как может быть иначе, если у вас нету никаких структур, которые контролируют? Они же профильно его контролируют. Экологи, экологические организации контролируют экологические вопросы, окружающую среду, там, скажем, профсоюзы, там, условия труда, женские организации, положение женщин, детские защиты детства, положение детей и так далее. И контролируют государство с этой точки зрения. У нас они превращаются волей-неволей в какие-то организации, ну, собирающие деньги, как вот попрошайки. Не они хозяева здесь в стране, а они какие-то попрошайки, постоянно выпрашивающие деньги. Разве это не обязанность государства следить за тем, чтобы не уничтожали собак, например? Защита собак от издевательств, от мучений. Что кошек, что собак. Разве это не обязанность государства? Нет. А люди, которые делают приюты, подвергаются гонениям и вымаливают эти денюжки, как будто бы они нищие какие-то. Точно так же обращаются с парковками, организовывают платные парковки таким образом, что это вовсе не в интересах людей. Я не знаю, как в Москве, но знаю точно, что в Петербурге. Это просто специальные способы выкачивания денег для определенных структур. Это не имеет отношения ни к безопасности, ни к благоустройству городу, ни к чему-либо такому. Потому что я депутат Законодательного собрания Петербурга, был пять лет, мы боролись с этим. Обращались в суд неоднократно на эти вещи. У нас абсолютно там непонятно, как работает все парковочное хозяйство. Дело в том, что у вас нет права и нет механизмов местного самоуправления, с помощью которого можно определять, где делать эти парковки, где не делать эти парковки. Как должен быть обустроен ваш двор, как должно быть все это организовано. Это уже вопросы местного самоуправления. Самоуправление граждан. Маленьких детей, которые ничего не могут сами решать. Их лишили финансирования, их лишили права выбирать себе мэра. Им даже придумали так, вы можете мэра выбирать, но мы потом вам назначим сити-менеджера. Мэр-то будет номинальная фигура, а будет сити-менеджер, который решает все практические вопросы. Если вы не можете поменять губернатора, мэра, президента, Государственную думу, если вы не можете свободно выбрать депутатов, членов Совета Федерации, то это значит, что никакого влияния на государственную власть вы не оказываете. Потому что все чиновники подчинены только одной фигуре – президенту, верховному, решающему всю их судьбу, назначающему и снимающему. И так дальше. Это называется вертикаль власти. Народ в вертикали власти не присутствует. С его взглядами, или с его оценками, или с его пожеланиями. Значит, он только с помощью бунта может это корректировать. Вот если толпы пенсионеров вышли и сказали, мы не хотим монетизации льгот, то от этого отказались. Но для этого нужно, чтобы толпы вышли на улицу. Но сейчас создана Росгвардия и всякие другие механизмы, чтобы толпы на улице не выходили. Они не будут выходить.